Через несколько минут в Ново-Иерусалимском монастыре состоится главное событие этого лета. Мелодии у стен Древней Обители. Гости занимают свои места, и вот скоро музыканты выйдут на сцену. Поприветствовали гостей и музыкантов наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Архимандрит Феофилакт и исполнительный директор Фонда по восстановлению монастыря Екатерина Селютина. Особенность сегодняшнего концерта состоит в том, что поют все. В репертуар включены такие песнопения, такие песни, произведения, которые вы все знаете. И лучшие музыканты, артисты сегодня весь вечер будут все щипать и щипать ваше сердце, пытаться выжить и выжать слезу. Я попросил дирижера, чтобы он на тех песнопениях, которые вы все знаете, к вам бы слегка повернулся, сделал ауф-такт и общее включение. Он не очень хочет этого делать. Поэтому я вам даю первую подсказку. Начинаемся петь на подмосковных вечерах. Все вы знаете, что с 2008 года велись работы по воссозданию святой обители. Эти работы завершены. И сейчас мы занимаемся тем, что мы проводим такие замечательные мероприятия. В ближайшее время, я раскрою небольшой секрет, у нас скоро заработает церковный музей, на который мы тоже всех пригласим и на открытие, и когда откроется его экспозиция. Но сейчас концерт. Батюшка уже сказал, что нужно делать на сегодняшнем мероприятии. Поэтому я предлагаю всем набраться сил, беречь свои голоса и не беречь свои ладоши, хлопать нашим исполнителям хорошего настроения. Бурдными аплодисментами зрители встречают концертный симфонический оркестр Московской консерватории и дирижера, лауреата международных конкурсов Ильба Дунаева. С большим наслаждением слушают гости чарующие голоса солистов, известных оперных певцов. Александра Ковалевич, меццо-сопрано, солистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера», солистка Большого театра России, лауреат телевизионного конкурса «Большая опера» на телеканале «Культура», лауреат международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской. Михаил Неконоров, баритон, солист Московского музыкального театра «Геликон-Опера», лауреат международного конкурса имени Дягилева. Александр Бородейко, тенор, солист оперного театра Московской консерватории, приглашенный солист филармонии в России и за рубежом. Из-за большого количества зрителей свободных мест просто нет. Ценители музыки рассаживаются, кто на ступеньках, кто на ковриках, кто наслаждается атмосферой мелодии у стен древней обители, стоя. Незначительные неудобства не портят атмосферу вечера. Очень нравится, красиво, здорово, музыка шикарная, исполнители прекрасны. Вот нам даже ничего не видно, но нам очень нравится. Замечательный концерт, такой трогательный единодушие. Люди пришли нарядные. И несмотря на то, что пятница, я просто в полном восторге от того, что мы смогли всей семьей сегодня прийти и присутствовать с малышней. Конечно, тяжеловато им немножко, но, вы знаете, благодарны. Как пришла, если честно. Ну, уже нравится, все красиво, народу много. Классика нравится, всякие отрывки из фильмов советских. С первых минут на сцене свой задор и хорошее настроение начал дарить публике жемчужина концерта, ансамбль «Бисквит» из Санкт-Петербурга. За 17 лет группа добилась высоких результатов, став лауреатами премии правительства Санкт-Петербурга, посолы русской культуры и желанными гостями на лучших концертных площадках России и за рубежом. Создавался он еще во времена нашего студенчества в колледже. Это было многие годы назад. Это мы просто так сохранились хорошо. Там тебя не похвалишь. В нашем коллективу 17 лет. В нашем коллективу в этом году 17 лет исполняется. Маленькая историческая сносочка. Изначально мы квартет создавали народных инструментов, и потом это все разрослось в такой бэнд, русский бэнд, джаз-бэнд, мы это так называем, с кавер-версиями, с барабанами, с саксофоном, который неподалеку тоже здесь ходит. Фотографируется на фоне нас. Смотрит вдаль. И, собственно, вот так вот в процессе все это и пришло к тому, что есть сейчас. Находясь здесь, чувствуешь удивительную атмосферу единения, и не подпевать просто невозможно. А в московные вечера трудно высказать и не высказать. Все, что на сердце у меня Трудно высказать и не высказать Все, что на сердце у меня Скудрявый клён зелёный лист резной Лев Дунаев, дирижёр сегодняшнего концерта, приезжает в Истру уже не в первый раз. И с каждой поездки он привозит только позитивные эмоции. Нас переполняют эмоции. Музыканты, когда уходили со сцены, они были с такими лицами одухотворёнными. Они сами получили огромное удовольствие от концерта, потрясающе. Мы специально подобрали такие песни, чтобы все их знали, чтобы все получили огромное удовольствие, чтобы они поучаствовали вместе с нами в этом потрясающем событии. Многим стен древней обители уже второй раз собирает аншлаг. Останавливаться на этом организаторы и не собираются. Планируем вновь и вновь продолжать мероприятие в монастыре. У нас первое мероприятие запланировано на 16 сентября, это праздник День семьи. Потом ещё концерт памяти Серафима Чичагова, это тот человек, который был здесь наместником, но при этом он ещё композитор. Юлия Андреева, Максим Рыков, Истра РФ.